Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. В имя Отца и Сына и Святого. Буха. Аминь. Книга «Открытым оком», 26 том. Тема «Семья». Вопрос 3807. Если вы говорите, что вопрос женитьбы и замужества настолько важен, важнее его только покаяние, обращение ко Христу, то как молодым разобраться, если этому нигде не учат? Может, нужно какие-то курсы организовать для молодых? Ответ Игнатия Лапкина. Домострой все это уже провел на практике. И до него по этому вопросу были прожиты целые тысячелетия. Изобретать тут и нечего. Сватали родители или сваты. Выходили замуж, никогда даже не видев в глаза жениха до Толи. Судьи, 14 глава, 3 стих. Отец и мать его сказали ему, «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлен необрезанных?» Бытие 24, с 57 по 61 стих. Они сказали, «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревеку и сказали ей, «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала, «Пойду». И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревеку и сказали ей, «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». И встала Ревека и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревеку и пошел. Стихотворение. «Мальчик с девочкой дружил, мальчик дружбой дорожил. Как товарищ, как знакомый, как приятель он не раз провожал ее до дома, до калитки в поздний час. Очень часто с ней вместе он ходил на стадион, и о ней, как о невесте, никогда не думал он. Но родители, мещане, говорили так про них. «Воглядите, к нашей Тане стал захаживать жених». Отворяют дверь соседи, улыбаются. «Привет! Если ты за Таней, Федя, то невесты дома нет». Даже в школе, даже в школе разговоры шли порой. Что там смотрят в комсомоле? Это дружба? Ой-ой-ой! Стоит вместе появиться, за спиной уже хи-хи. Иванов решил жениться, записался в женихи. Мальчик с девушкой дружил, мальчик дружбой дорожил. И не думал он влюбляться, и не знал до этих пор, что он будет называться глупым словом ухажер. Чистой, честной и открытой дружба мальчика была, а теперь она забыта. Что с ней стало? Умерла. Умерла от плоских шуток, злых смешков и шепотков, от мещанских прибауток, дураков и пошляков. 1955 год. Сергей Михалков. Притча 22.6. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Мы любим, и любви не ценим, и жаждем оба новизны, но мы друг другу не изменим, мгновенной прихотью полны. Порой, стремясь к свободе прежней, мы думаем, что цепь порвем, но каждый раз все неизбежней мы наше рабство сознаем. И не хотим конца предвидеть, и не умеем вместе жить, ни всей душой возненавидеть, ни беспредельно полюбить. О, эти вечные упреки, О, эта хитрая вражда, Тоскуя оба одиноки, Враждуя близки навсегда. В борьбе с тобой изнемогая, И все ж мучительно любя, Я только чувствую, родная, Что жизни нет, где нет тебя. С каким коварством и обманом Всю жизнь друг с другом спор ведем, И каждый хочет быть тираном, Никто не хочет быть рабом. Меж тем забыться не давая, Она растет всегда, везде, Как смерть могучая, слепая, Любовь подобная вражде. Когда другой сойдет в могилу, Тогда поймет один из нас Любви безжалостную силу В тот страшный час, Последний час. Д.С. Мережковский. Сирах 48, с 22 по 23 стих. Но ты, Соломон, Наклонил чресла твоих женщинам И поработился им телом твоим. Ты положил пятно на славу твою И осквернил семя твое так, Что навел гнев на детей твоих, И они горько оплакивали твое безумие, Что власть разделилась надвое, И от Ефрема произошло Непокорное царство. Стихотворение. Отец мой пил, Скрывая это, Вернее, пытаясь это скрыть, Придя домой, он брал газету, Спешил сейчас же закурить, Он трезвым выглядеть старался И притворялся сколько мог, Он не ругался и не дрался, И лишь дышал немного вбок. Но по глазам его туманным, По выражению лица я знал, Когда бывал он пьяным, Едва лишь гляну на отца. И материнские упреки, я знал, Посыплются сейчас, А мне еще учить уроки, И много задали как раз. Был воздух в доме словно порох, Но не отца в тот миг, а мать, Я в начинающихся ссорах Готов был сердцем упрекать, Урок уроком, школа школой, Но было так и потому, Что знал я нрав отца веселый, И как-то ближе был к нему. И я, откладывая книжки, Уже предчувствовал скандал, И с убежденностью мальчишки Решал, прощал и осуждал, Какие пройдены дороги. Но словно все это вчера, И я вижу, как учу уроки, И как печальны вечера. Отца все нет, тоскливо, осень. И мать, забившись в уголок, Сидит и вдруг, бывало, спросит, А ты не будешь пить, сынок? И до сих пор с тревожной думкой Следит обычно мать моя За той, наполненной рюмкой, Что поднимаю в праздник я. 1953 год. Константин Ваншенкин. Притчи 24 глава с 30 по 34 стихи. Проходил я мимо поля человека ленивого И мимо виноградника человека скуда умного. И вот, все это заросло терном, Поверхность его покрылась крапивою, И каменная града его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, И посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, Немного сложив руки, полежишь, И придет, как прохожий, бедность твоя, И нужда твоя, как человек вооруженный. Засни, дитя, спи, ангел мой, Мне душу рвет твое стинание. Ужель страдать и над тобой, ах, Тяжкое одно страдание. Когда отец твой обольстил Меня любви своей мечтою, Как ты пленял он красотою, Как ты, он прост, невинен был. Вверялось сердце без защиты, Но он неверен. Мы забыты. Когда покинет легкий сон, Утешь меня улыбкой милой, Увы, такой же сладкой силой Повелевал душей и он. Но сколь он знал К моей напасти, Что все его покорно власти, Мое он сердце распалил, Чтобы сразить его изменой, По что с своею переменой Он и его не изменил. Моя тоска неутолима, люблю. Хотя и нелюбима. Его краса в твоих чертах, Открытый вид, живые взоры, Его услышу разговоры Я скоро на твоих устах. Но, ах, красой очарователь, Мой сын, не будь, как он, предатель. В слезах у люльки я твоей, А ты с улыбкой почиваешь. О, дай, творец, да не узнаешь Печаль подобную моей, От милых горея нестерпимо, Да пройдет страшный жребий мимо. Навек для нас пустыня, свет, К надежде нам пути закрыты, Когда единственном забыты. Нам сердца здесь родного нет, Не нам веселье земное, Во всей природе мы лишь двое. Пойдем, мой сын, путем одним, Две жертвы, рока, злополучные, О, будем в мире неразлучны, Сносней страдания двоим. Я нежных лет твои хранитель, Ты мне на старость утешитель. 1812 год. В.А. Жуковский. Притча, 30 глава, 17 стих. Глаз, насмехающийся над отцом И пренебрегающий покорностью к матери, Выклюют вороны дольные И сожрут птенцы орлиные. Есть три заветных песни у людей, И в них людское горе и веселье. Одна из песен всех других светлей, Ее слагает мать над колыбелью. Вторая, тоже песня матерей, Рукою гладя щеки ледяные, Ее поют над гробом сыновей. А третья песня, Песни остальные. Расул Газматов. Иеремия, 6 глава, 26 стих. Дочь народа моего, Опояжь себя вретищем И посыпь себя пеплом, Сокрушайся, Как бы от смерти единственного сына, Горько плачь, Ибо внезапно придет на нас Губитель. Матфей, 2 глава, 18 стих. Глаз в раме слышен, Плачь, И рыдание, И вопль великий, Рахиль плачет о детях своих, И не хочет утешиться, Ибо их нет. У Ванюши не пахана Пашенка, Закружила Ванюшу Наташенька, Что ни день у зеленого ельника Он встречается с дочкою Мельника. Осыпает он девушку ласками, Ублажает красивыми сказками, Развлекает ее разговорами Про любовь да про разные стороны. А в селе у колодцев, Как водится, Где досужие кумушки Сходятся, Все уже решено окончательно. Дескать, парень и впрямь Завлекательный, Дескать, свадьба привидится знатная, А на деле случилось обратное. Заседание в ячейке назначили, Ваньке выговор Примастачили, Припаяли ему внушение, Что вошел с кулаком В сношение, Что в июньскую полночь Синюю искривил Комсомольскую линию, Присмолили ему, Примастачили, Протоколок про все обозначили, Не ходи на чужую околицу, Не зарись на кулацкую горницу. 1928 год, М.В. Исаковской. 1 царство 18-23 И передали слуги Сауловы В уши Давиду все слова эти, И сказал Давид, Разве легко кажется вам Быть зятем царя? Я человек бедный И незначительный. Богу нашему слава Во веки веков. Аминь. То есть это оживление Этих вопросов.